ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 В эфире итоговый выпуск новостей. В студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, сбив самолет вооруженных сил России в Сирии, турецкое руководство по сути встало на сторону ИГИЛ. В связи со сложившейся ситуацией уже понятно, что россияне не смогут больше выезжать в Турцию и до каких пор неизвестно. Между тем, туристический бизнес терпит огромные убытки. Мнение нижнекамцев и турков, проживающих у нас, выслушала сегодня Алсу Эматова. Турция. Средиземное побережье. Любимое место отдыха россиян. Только этим летом там отдохнули почти 2 миллиона наших туристов. Доступные цены, хороший сервис. И, конечно, это был семейный отдых. Только Турция могла похвастаться. Категории «Все включено» и разнообразные программы аниматоров. Сейчас турецкий курорт под запретом. Ростуризм рекомендовал отказаться от поездок в эту республику. Эти направления уже исчезли в Пегас-туристике и в Коралл-тревеле. Турагенты даже боятся подсчитывать убытки. А они будут. Конечно, это отрицательно скажется на туристических агентствах. После падения самолета на Синайском полуострове были предложения от туроператоров перевести все туры в Турцию. У меня были такие люди, которым предлагали лететь в Турцию. Но в связи со сложившейся ситуацией, нестабильной, я рекомендовала им оставить деньги на депозите. И у нас в данный момент сейчас у туристов лежат деньги на депозите у туроператора, которыми они смогут воспользоваться в течение года. Только вот этих денег вряд ли хватит на Испанию, Грецию, Италию, Индию, Вьетнам или Кубу. Остается наш российский курорт Сочи, Анапа, Крым. Не всеми любимый из-за отсутствия сервиса и высоких цен. Приубедить нас пытается Лилия Мухаммед-Галеева, руководитель турагентства. Этим летом она объездила все побережье Черного моря. Представитель турбизнеса говорит, что там тоже можно хорошо отдохнуть за небольшие деньги. Время познавать Россию, говорит Лилия. Цены у нас разные. Если брать только проживание в отеле, допустим, в Красной Поляне на одного человека на 7 ночей, у нас цены где-то от 15 тысяч. Этот проезд можно будет взять поездом, самолетом или же взять уже готовый тур, где все включено. Получается, что сейчас многие туристические агентства будут вынуждены развивать новые направления. К примеру, уже предлагают тоже Красное море, Новой Ордании. Цена тура на двоих с вылетом из Казани, с проживанием в четырех звездах составит порядка 80 тысяч рублей. Однако сейчас нигде не безопасно. Парижский теракт тому подтверждение. Сегодня мы спросили нижнекамцев, где они будут отдыхать. Ну, Турцию запретили, потому что, я считаю, небезопасно. Там тоже сейчас, в данное время. Поэтому подстригается, что это самое. У меня было терактов. В деревнях у себя. Вообще, где еще отдыхать? Я не знаю, я туда как-то не летал и мне как-то бороться. Смотрю, у России, наверное, катковый доход. Кто-то может себе позволить берег Анапы, а кто-то и другие страны. Мы вообще-то всегда отдыхали в Абхазии, когда у меня дети маленькие были. Наверное, опять туда поедем, в Адлер. Мне там очень понравилось. Хорошо отдыхать. Есть куда ехать. Ну, то есть, к тем же людям, к которым всегда ездили. Но в Турцию, в Египет, наверное, пока не поедем. Мы там уже были, все повидали. Поэтому пока в связи с этими событиями, наверное, воздержимся. В Крым будем ездить. Куда же еще? Ну, дешевле, конечно, в Турцию. Вот я два раза летала и мне очень нравилось. Дешево. После уничтожения российского истребителя, выполнявшего боевое задание на территории Сирии, на Турции, как на одном из бизнес-партнеров России, может быть поставлен крест. Об этом сегодня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В Нижнекамске на строительстве промышленных объектов задействовано около 3000 турков. Некоторых из них мы сегодня спросили, что они думают по этому поводу. Опрос проводили в социальных сетях. Я знаю из телевизора. Надеюсь, что не будет большей проблемы. Турция не виновата. Здесь сразу сделали предупреждение о нарушении границы. Они сделали движение. Турция тут ни при чем. Я думаю, что между двумя странами нет никаких проблем. Это международная ситуация. Вообще, я без понятия, что там произошло. Надеюсь, что это дело рук террористов. Но если это турецкая армия, то, боюсь, дружеские отношения будут потеряны. С другой стороны, возможно, сработали войска противовоздушной обороны. Ведь если чужой истребитель пересек границу, они имеют полное право его уничтожить. В целом, конечно, жаль, что теперь между Россией и Турцией будут натянутые отношения. И кто-то этому очень рад. Что касается компенсации тем, кто уже забронировал туры в Турцию, деньги должны выплатить в стопроцентном размере, сообщает Ростуризм. Но, как говорят сами турагенты, сделать это можно будет только через суд. К слову, туристы, отменившие поездку в Египет, пока не получили ни копейки. Турагенты лишь кормят обещаниями. Тут все понятно. Если начнутся реальные выплаты, многие крупные туроператоры обанкротятся. Не нужен мне берег Турецкий, и Африка мне не нужна. В этой ситуации остается вспомнить только слова известной советской песни. А вот где будут отдыхать россияне следующим летом, станет известно уже ближе к февралю-марту. А там, глядишь, и на наших курортах потеплеет. Алсу Юматова, Максим Липин, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. За 10 месяцев этого года в Татарстане зарегистрировано 192 случая самовольного ухода несовершеннолетних из дома. Основные причины – ссоры с родителями и плохая успеваемость. И вот недавний случай. Дмитрий Бульгин ушел из дома 19 ноября рано утром. Мальчик учится в 8 классе в 18 школе. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Зато известно, что школьник не в первый раз уходит из дома. Он ведет бродячий образ жизни. Может появиться в кафе «Бургер Кинг», в гипермаркете «Магнитного Хитова», а также в Джалиле. Всех, кто обладает информацией о местонахождении, просят позвонить в полицию. По телефонам 49-25-02 и 49-25-03. Также вы можете обратиться в редакцию нашей телекомпании. А вот еще одного школьника нашли. Накануне в соцсетях появилась информация о пропавшем мальчике. Разыскивали 10-летнего Анатолия Овчинкина. Мальчик не вернулся из школы. Сообщалось, что школьник инсулинозависимый. Но благодаря неравнодушным горожанам его удалось найти уже накануне вечером рядом с торговым центром «Барс». 20-летняя дружба закончилась убийством. Сегодня в городском суде состоялось слушание по громкому делу в отношении 34-летнего нижнекамца. Он в полупьяной ссоры зарезал кухонным ножом своего лучшего друга. Из зала суда моя коллега Наталья Лошникова. Сегодня обвиняемый в убийстве лучшего друга старательно прячет лицо от объектива видеокамеры. И напрямую выражает свое недовольство присутствием СМИ своему адвокату. Снимайте, сейчас снимайте. Сейчас не снимайте. Сейчас будет так вообще много. Поэтому сразу после процедуры уточнения анкетных данных подсудимого его адвокат ходатайствовала о том, чтобы во время судебного заседания видеосъемка не велась. Участники судебного слушания просьбу удовлетворили. Освещать действия происходящие в судебном заседании я запретить не могу присутствующую. Но тем не менее видеокамеру прошу удалить из зала. Во время слушания подсудимый признал свою вину частично, объясняя случившееся тем, что погибший его спровоцировал. Напомним, трагедия произошла в ночь с 6 на 7 августа нынешнего года в доме номер 36 по улице Строителей. По версии следствия, дружеская попойка по каким-то причинам переросла в ссору, в результате которой друг детства в одно мгновение превратился в зверя и нанес товарищу 15 ножевых ранений. Расправившись с другом, мужчина позвонил своей матери и попросил вызвать скорую. Приехавшая на вызов бригады врачей лишь констатировала смерть потерпевшего, после чего вызвала полицию. Сегодня точка в этом деле не поставлена. По ходатайству адвоката обвиняемого слушание перенесли на середину декабря в связи с неявкой двух свидетелей. Ну а мы будем следить за ходом этого судебного процесса. Наталья Лушникова, Ренат Харасов, Новости НТР. Дело о затянувшейся покупке рассмотрели сегодня в мировом суде Нижнекамска. Покупатель автомобиля обвинил компанию, где приобрел машину в том, что предоставили ее мужчине не в срок. Чем все закончилось в сюжете Яны Чупахиной. Чтоб наконец-то сесть за руль нового автомобиля, Ренату пришлось немало понервничать. На желанного железного коня пришлось не только долго копить, стоит он почти полтора миллиона, но и продать свою старую машину. Когда сроки, обещанные продавцом, вышли, мужчина решил действовать. В суд поступило его заявление о том, что 10 сентября он заключил с компанией Марка договор купли-продажи и внес предоплату. В нем значилась дата передачи машины покупателю 27 сентября. Впрочем, это был не конечный вариант документа. Менялись и сроки передачи покупки. Просто делал заблуждение. Каким образом вас ввели заблуждение? То, что, соответственно, я не читал, и был указан новый срок передачи автомобиля 8 сентября. Хотя я его не просил, долго мне передал. Я быстро-быстро подписал и уехал. По словам ИССА, он был уверен, что подписывает акт приема передачи старой машины, который отдал в счет приобретения новой, а не очередной договор с новыми датами. То есть вы когда подписывали, вы не читали? Не читал. А когда подписывали, что предполагали? Расписываясь в каком договоре? Что акт приема передачи автомобиля. Что акт приема передачи? Да, был акт автомобиля. Машину новому владельцу передали 17 октября вместо первоначально оговоренной даты. Ответчик сообщил, что виной всему сложная логистическая цепочка продаж. А сроки поставки зависят не от них, а от дистрибьютора. Мы считаем, что вины ответчиков здесь нет. Сроки передачи товара были осуществлены вовремя с момента 100% оплаты товара. Выплате неустойки, штрафа и компенсации морального вреда суд ИССУ отказал. Согласно документам, пусть и несколько раз переоформленным, все сроки соблюдены. Ясно одно, теперь мужчина будет гораздо внимательнее к тому, что подписывает. Яна Чупахина, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Комполянцев волнует судьба уличных кошек. В связи с тем, что домовые продухи всех жилых строений были закрыты, теперь через эти окошки покормить животных просто невозможно. Как жильцам объяснили, местные власти продухи заделали для сбережения тепла. Комполянцев такая забота даже пугает, ведь тепло сберегли, а вот человечность нет, говорят они. Отмечу, что это не первое подобное обращение в редакцию нашей телекомпании. Еще одно видео нам прислали наши телезрители из Камских полян. Ночью в одной из квартир загорелась проводка. Житель считает, что это все по вине управляющей компании. Мужчина утверждает, что если бы хозяева не проснулись, то могли погибнуть 4 человека, включая двух маленьких детей. Оголенные проводы по-прежнему предоставляют угрозу жизни. Спать приходится с выключенным электричеством. На обращение с просьбой устранить неполадку в местном ЖКХ не отреагировали. Вот как загорелась проводка. Все капало. Сейчас временно так соединено. Если вы засняли или сфотографировали какие-то необычные кадры, то можете прислать их на наш сайт ntrtv.ru в раздел Народные новости. Муж просит лишить бывшую жену родительских прав, ведь женщина употребляет алкоголь и совсем не следит за детьми. Это не реальная история судебного разбирательства, а сценарий для урока правосудия. На нем будущие юристы и школьники города разобрали один из частых случаев судебных процессов. На и сценировки побывала и наша съемочная группа. Гражданское дело рассматривается Нижнекамским городским судом в составе председательства судьи Семеновой Снежаны Николаевной, прокурором Леонтьевой Еленой Валентиновной, пресекретаре судебного суда Никасиловой Элины Ильдаром. Мужчина требует лишить бывшую жену родительских прав. Аргументирует это ее аморальным поведением и пристрастием к горячительным напиткам. Он намерен забрать ребенка к себе. Суд, рассмотрев все за и против, решает оставить 14-летнюю девочку с отцом. Очень неутешительная статистика в городе. Если вы посмотрите, за 13-й год в Нижнекамске было лишено 52 семьи, были лишены родительских прав. В 14-м году уже 69 и до 10 месяцев текущего года 50 семей лишены родительских прав. Поэтому проблемы есть, о ней нужно говорить. К счастью, нынешний суд постановочный. Такие уроки правосудия в вузах Нижнекамска традиционные. Пользу в этих инсценировочных процессах видят и студенты, и те, кто имеет непосредственное отношение к реальным судебным делам. Я считаю, что такие заседания для школьников, для учащихся нужны, чтобы они знали, что жизнь не только прекрасна, но и есть трудности в жизни. И узнают о том, что лишение родительских прав бывает в нашем городе, особенно их много на сегодняшний день. Грамотно, последовательно. Есть над чем работать еще. Но тем не менее, вы еще студенты, до конца учебы вам еще много. И полагаю, вы всему еще научитесь, в том числе и ГПК, УПК и всем остальным законам. В целом спасибо. Роль судьи в постановке досталась студентке третьего курса юридического факультета. Девушка в дальнейшем хочет связать свою жизнь с правовой деятельностью. Данное дело является очень важным. Для детей мы хотим показать, что важно сохранить семью, важно заниматься воспитанием детей в будущем. Заниматься, показывать пример на том, что должна быть целая семья. Если раньше организаторы чаще всего устраивали процессы по уголовным делам, то в этом году разбирали гражданское. На слушание в качестве зрителей было приглашено около 180 школьников. Подобные мероприятия проводятся традиционно. По словам преподавателей, данная форма обучения для студентов – это бесценный опыт. Анастасия Волникова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Один человек погиб, 40 пострадало. Такова статистика наездов на пешеходов. Сегодня об этом говорили на пресс-конференции ГИБДД. Полицейский напоминает, что с 1 июля вышел закон о ношении светоотражающих элементов на одежде вне города. Для тех, кто не соблюдает правила, предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Однако и в городе такие меры предосторожности не будут лишними. И любая реакция водителя при виде каких-то светоотражающих элементов, которые двигаются на дороге, перемещаются, автоматически нога переходит с газа на тормоз. То есть, ну, сбавляет скорость. Соответственно, реакция водителя обезопасит еще и себя. С 1 января 2013 года злостных алименщиков начали привлекать к принудительным работам сроком до одного года. Но, видимо, подобные меры нижнекамских горе отцов особо не испугали. Только в этом году было заведено 65 уголовных дел. Одно из них в отношении 34-летнего нижнекамца, который задолжал своему сыну свыше 650 тысяч рублей. Уклоняться от уплаты алиментов мужчина начал с первых дней после развода с супругой. А точнее, с 2008 года. За все эти годы он не интересовался жизнью ребенка, ничем не помогал бывшей семье и скрывал свое место работы. Ему грозит наказание в виде исправительных работ. Пока прокуратура города Нижнекамска придерживается данного наказания, в случае назначения судом данного вида наказания, человек должен будет официально трудоустроиться. И с его зарплатой уже будет взыскываться 50% в пользу взыскателя, в пользу ребенка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Легенда, создатель жанра русский блюз, музыкант-виртуоз. Все это о Юрии Наумове. Музыкант с мировым именем даст Нижнекамске два концерта. Первый состоится уже завтра. Сегодня Юрий Наумов прибыл в Нижнекамск, осмотрел площадку для завтрашнего концерта. Он пройдет в контри-баре. Билетов, конечно, уже нет, их разобрали за пару дней. Тем, кому повезло, ждет два часа погружения в высокое искусство. Приятное место, я думаю, что мы в предвкушении ломового концерта завтра. Так что, если вы меня ждали так много лет, то на мне подвисает сейчас миссия оправдать ожидания, оттопырить и оторваться с земли полным составом. Узнав о том, что многие не успели купить билеты на завтрашний концерт, Юрий Наумов предложил устроить квартирник. Это маленькое выступление для небольшого количества людей, где можно не только послушать музыку, но и пообщаться с любимым музыкантом. Квартирник Юрий Наумов пройдет в эту пятницу в 7 вечера в анти-кафе «Баклажан». И на этот элитный концерт билеты еще есть. Это очень аскетичное и очень честное пространство, в котором тебе не за что и не за кого спрятаться. Вот этот момент обнаженного сердца и обнаженной сути своей артистической, он здесь проявлен очень внятно и рельефно. Если тебе есть что сказать, ты весь на виду и тебе не укрыться. И в этом пространстве, жестком, простом, прямом и честном, я формировался на протяжении тех шести лет до того момента, когда я покинул Россию и уехал в Нью-Йорк. И несмотря на то, что с тех пор прошло уже свыше четверти века, у меня чувство благодарности, глубокого пиетета, и попадая вот в это исходное обнаженное состояние, когда нету всех вот этих навороченных понтов, есть просто вот этот стартовый посыл, где сердце художника обращено к сердцам людей, которые собрались послушать его искусство, у меня очень собранное, сфокусированное и достойное отношение. И ровно вот такого класса действия состоится в вашем городе 27-го числа. Я думаю, это будет восхитительно. На нашем сайте ntrtv.ru есть вся подробная информация. Организаторы обоих концертов Наумова, Нижнекамская телерадиокомпания и друзья НТР, которые помогли с финансами и оборудованием. Оранжевое настроение. Впервые в Нижнекамске отмечают День мандарина. Такого праздника до сих пор не существовало, его придумали местные волонтеры. Новогоднее лакомство раздавали сразу на нескольких городских площадках. Для того, чтобы получить фрукт, нужно было всего лишь сделать зарядку. Всего раздали 100 килограммов цитрусов. По словам организаторов, этот праздник станет традиционным. Мы решили провести социальную акцию, такую безвозмездную, просто раздать хорошее настроение. Вообще изначально думали, День улыбки может быть какой-нибудь, но такой праздник уже есть. И вот пришла в голову такая идея, День мандарина, Новый год. Посмотрели в интернете, такого праздника вообще нигде не было. Ну и мы решили, надо сделать. Ой, осень даже понравилась, осень даже красивая. Спасибо девчонке. Мне очень нравится. Ну, это поддерживает такой боевой дух, здоровье. Столько людей участвует, причем не маленького возраста, а как бы еще и пожилые люди. Это очень здорово. Это сплочает. Комиссия по государственным языкам побывала в телекомпании НТР. В ее состав вошли представители общественных организаций, Всемирного конгресса татар и другие. Основная цель визита – узнать, как городские СМИ вещают на татарском языке. Отметим, что на нашем канале ежедневно выходит в эфир программа «Яна Лаклар», где освещаются все главные события города. Идет систематическое освещение национальных традиций и культуры народов, проживающих на территории Нижнекамского муниципального района. Ежегодно освещаются такие большие и значимые праздники, как Сабантуй, Курбан-Байрам, Мураза-Байрам, Троица, Рождество, Пасха, Уяв. Также праздники, которые проводятся у нас украинским обществом, и мероприятия, которые проводит Вербиченко. Приглашаем в студию гостя на актуальную тему. Это то, что в этот день актуально. Неделю таких гостей бывает не менее трех человек. То есть из пяти выпусков мы как минимум на три выпуска приглашаем гостей. Также на татарском языке в этом году в эфир вышло 12 духовно-просветительских программ «Вечера Рамазана» хронометражом до 10 минут. Этот телевизионный проект осуществляется совместно с городской соборной мечей. Далее Кирилл Давкаев расскажет о главных спортивных событиях города, а моя коллега Рушанья Сибатова проведет выпуск новостей на татарском языке. Звоните нам по телефону 40 07 70 и пишите на сайт ntrtv.ru. До встречи. Сегодня в новостях спорта. Разные поколения, общая цель. Знаете, что такие мероприятия они просто сплачивают? И детей, и взрослых. Как в городе стартовала спорта-киада под названием «Отцы и дети». Лишились лидера. Кто покинул хоккейный нефтехимик? Об этом и не только. Сразу после рекламы. Это не просто распродажа. Это «Чёрная пятница». На все шубы и дублёнки скидки до 70%. С 27 по 29 ноября. Ламур. ТЦ Пассаж. Окна 21 века – это всегда свежие идеи. Всегда качественные, пластиковые и деревянные окна со скидкой до 25%. Окна 21 века. Качество по выгодной цене. Телефон 48 88 55. Ура! Фитнес-зал в торговом центре «Берёзка». Для вас зумба, стретчинг, йога и не только. Шесть опытных инструкторов ежедневно ждут вас. Торговый центр «Берёзка», третий этаж. А раз мечты сбываются, буховики от 2 тысяч, мутон от 13,5, дублёнки от 10 тысяч рублей. Принеси старую кортку и получи скидку на новую. Химиков 1. Вы многое видели. Вас уже ничем не удивить. Не было. Такого предложения ещё не было. В новом автосалоне «Лада Транстехсервис» гранта от 270 тысяч плюс 250 литров бензина в подарок. «Лада ТТС». Город Нижникамск, улица Первопроходцев, 14. Городской центр практологии «Альфа-клиник». Лечение геморроя и трещин прямой кишки, без боли и операций. «Альфа-клиник», 48-90-19. Сеть супермаркетов электротоваров «Электроград» теперь и в Нижникамске. Приходите и получайте дисконтные карты в подарок. Торговый центр «Олимп». Телефон 8 800 292 12. «Электроград». Свет и тепло в каждый дом. Фолк-шоу «Юбилейный разгуляй». Государственного ансамбля «Тонок». Празднуем 25 лет с гостями из России. Для тех, кто не успел, еще одна возможность встречи с маэстро. В эту пятницу, 27 ноября, квартирник с участием легендарного композитора, музыканта, поэта Юрия Наумова. Карл был добрым парнем. Антикафе «Баклажан». 7 вечера. Хотите прийти? Звоните по телефону. 917 220 84 32. Проспект Вахитова, 12А. 16+. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Давкаев. Здравствуйте. Через несколько минут хоккеисты «Нефтехимика» скрестят клюшки с игроками московского «Динамо». Встреча пройдет в рамках регулярного чемпионата КХЛ. К этому матчу команды подошли, имея в своем активе следующие показатели. Москвичи занимают пятую строчку конференции «Запад». За 33 встречи «Динамовцы» набрали 55 очков. В свою очередь дружина Крикунова расположилась на восьмом месте «Востока». У «Нефтехимика» 51 результативный балл после 34 встреч. В этом сезоне команды уже встречались. Тогда в столице игроки «Динамо» были сильнее 3-0. Сегодняшняя игра стартует в 19.00. Стало известно об изменениях в составе команды Крикунова. Станция «Небелых» покидает лидер команды. Контракт с Нижнекамским клубом по собственной инициативе «Расторки» Евгений Рясинский сообщает официальный сайт команды. В текущем чемпионате 28-летний игрок обороны провел за «Нефтехимик» 32 матча и сделал 4 голевых передачи. Точной информации о том, что стало причиной расторжения договора и где Рясинский продолжит карьеру, пока нет. Также ходят слухи о том, что в скором времени «Нефтехимик» покинет голкипер Виталий Коваль. Помимо потерь есть и прибавления. Так, после травмы в строй вернулся нападающий Павел Сдунов. На площадку он не выходил с 29 октября. До этого он успел провести за «Нефтехимик» 27 матчей и набрать 8 очков. Аналог спортивных соревнований «Мама-папа-я. Спортивная семья» прошел на базе 29-й школы. Мамы на этот раз присутствовали лишь в качестве зрителя. И главным действующими лицами стали отцы и сыновья. Соревновались мужчины в аромспорте. Владиславу Дорофееву 15 лет. В аромспорте молодой человек 2 года и уже добился хороших результатов на различных соревнованиях. В спартакиаде отцы и дети участвуют второй раз. В прошлом году призером стать ему не удалось. Поэтому к нынешним состязаниям готовился упорно. На одной из тренировок он потянул связки. Несмотря на травму, спортсмен не отказался от участия. Я планирую дойти до пенала и показать хороший результат. Юноши принимают участие в турнире вместе со своими отцами. Старшее поколение должно подавать пример мужественности, считают организаторы. Чтобы мальчики могли сформироваться в мужчину, им нужно видеть, положить опыт мужского воспитания или самого участия в чем-то. То есть, если мальчик наблюдает, как там папа делает табуретку, то он тоже впоследствии сможет научить своего сына этому. Если папа занимается спортом, сын тоже это впитывает. Я считаю, что такие мероприятия они просто сплачивают и детей, и взрослых, и вообще это пропаганда здорового образа жизни. Я считаю, что чем больше таких мероприятий будет, намного будет в нашем городе и здорового людей больше будет, и атмосфера в городе будет хорошая. И вообще это очень полезно и приятно. Ежегодно в спартакиаде принимает участие около тысячи человек. В этом году организаторы поменяли формат, соревнования будут проходить в течение всего учебного года. Открыли спартакиаду в 29-й школе армспортом. На этом этапе состязались более 100 человек. Каждому ребенку хочется видеть своего родителя, своего папу, как участника любых дел. Поэтому здесь, получается, мы несколько целей преследовали. Именно привлечь их к мероприятию, привлечь отцов. Самое главное – сплотить семьи, чтобы папы являлись авторитетом для своих же сыновей. В течение учебного года участникам предстоит состязаться в шести дисциплинах – шахматы, лыжные гонки, стрельба, легкая атлетика и плавание. По результатам стартового этапа первое место заняла команда 29-й школы. Серебро досталось представителям 33-й школы. Третье место между собой поделили 2-я гимназия и 14-й лицей. Анастасия Волнякова, Евгений Лызаев, Новости НТР. На сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР. Прогноз погоды и программу «Инна Лаклар». А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Погода в Нижнекамске на 26 ноября. Ночью – минус 3 градуса. Утром – минус 4 градуса. Днем – минус 5 градусов, пасмурно, небольшой снег. Вечером – минус 5 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный – 4-6 метров в секунду. Влажность воздуха – 79%. Вечер1 29 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточной вольностью. Тепер 1, вゴ. Губкин. Субтитры создавал DimaTorzok